Чем обернется противостояние России и Турции? Ответить на этот и другие вопросы в Киеве попробовали Александр Самарский, заместитель начальника Центра исследований России, и Илья Пономарев, депутат Госдумы РФ. Напомним, Пономарев единственный проголосовал против аннексии полуострова в марте 2014 года и теперь вынужден жить в Соединенных Штатах Америки. Александр Самарский считает, что мир на пороге большой войны из-за неуемных амбиций Путина на фоне катастрофического положения экономики. Нужно понимать, чего хочет Путин. Путин, его цель, как я думаю, это переустройство мирового порядка. То есть Россия как государство, с которым считается все и которое имеет блокирующий, во всяком случае, голос в решении многих внешнеполитических проблем мирового устройства. Второй момент, который нужно здесь принимать во внимание, ресурсов для того, чтобы иметь такое право голоса, у Путина нет. Следовательно, остается один выход – блеф. Илья Пономарев уточняет, все это делается с оглядкой на грядущие выборы в Российской Федерации. Подойти к ним Путин должен победителем. На это будут пущены все средства и ресурсы страны. Это значит, он будет провоцировать государство Североатлантического альянса на конфликты, чтобы попытаться продемонстрировать отсутствие единства в нем. Показать, что, например, за Латвию, Литву или Турцию никто не вступится. Какое бы ни было нападение на других участников блока НАТО, а блок НАТО, вне всякого сомнения, если одна из стран будет говорить о том, что надо применять пятую статью, а другие страны скажут, что мы не готовы, ну это, можно сказать, конец блока НАТО. И идти на выборы президента в 2018 году как победитель НАТО, как человек, который развалил НАТО, это, безусловно, совсем другая история, чем идти на выборы как человек, который потерпел военную неудачу на востоке Украины. Из-за того, что средства и ресурсы у России сейчас ограничены, борьбу за мировое господство почувствуют на себе простые граждане. А крымчане одни из первых. Два месяца назад украинские активисты оборвали все поставки на полуостров, организовав блокаду. Окупационное правительство Крыма и бизнес смогли переориентироваться на импорт из Турции. Сейчас же закрыты поставки оттуда. По мнению Ильи Пономарева, ущерб настолько огромен, что его трудно подсчитать. Но это лишь первая жертва российских властей в пользу своей идеи. Если эти поставки прекратятся, это для Крыма будет больший удар. Я даже удивляюсь, как Кремль считает эти последствия, потому что вот это действительно поставки носят значимый характер для продовольственного баланса. Крым и транспорт, я даже сказал, вторично. Именно для продовольственного баланса это играет достаточно существенную роль. Сейчас у российского президента высокие рейтинги. Это не изменит ни снижение уровня жизни, ни крымский блокаут, о котором стараются умалчивать российские СМИ, рассказывает Илья Пономарев. И добавляет, даже на полуострове чиновники постараются внедрить мысль «царь хороший, а бояре плохие». Прогноз политика – неблагоприятное обнищание российского населения, эскалация конфликта и постоянные провокации России блока НАТО.